Друзья, всем привет! Новый выпуск красно-белого дайджеста. Мы продолжаем этот формат и пытаемся для вас его улучшать, поэтому здесь, помимо нашей аналитики с Витей, будут еще небольшие влоговые кадры по прошедшим событиям. Вить, ну как тебе вообще настроение? Нормально все? Боевое. Особенно, да, после этих выходных. Хороших предыдущих, кстати говоря, тоже, потому что есть о чем рассказать. Очень, очень, очень. По порядку. Да, погнали. Спартак 2 играл в Питере против Динамо СПБ. Победа 2-0. Что можно вспомнить по этому матчу, помимо того, что была победа? Хреновая погода, наверное, как всегда в Питере. Наверное. Из-за этого даже, скорее всего, был не особо большой десант на игру. Помимо победы и неплохой шизы, были тематические стикеры. Да, от питерских парней, плюс, как всегда, отличились хорошо по граффити. В общем, всем питерским пацанам. Молодцы! Регионы живут, дышат, и это самое главное. Да, да, фанатизм не умирает, как бы кто-нибудь не говорил. Сто процентов. Поэтому все на двойку, а дальше мы вам еще расскажем про классное событие, которое было связано с двойкой. Ну, громкое событие, которое связано с основным Спартаком, тренер-серп, тренер-чемпион. Тренер-чемпион. Интересно. Станкович. Интересно, Спартак-то будет с ним чемпион. Слушай, дай бог, он как бы привез тот сербский дух. Кстати говоря, я уже писал об этом, играл в интервью, что в Сербии не так все просто. Есть там партизан, да, который как бы вставляет постонопалки в колеса и в три раза стать чемпионом в Сербии. Но это не так просто, как многим кажется. Ну, да. Но там, опять же, у них бывают всякие заговоры, то, что говорят, что там определенным типа по циклам. Звезды там пять чемпионств брала, потом там партизан. Тоже такое количество. Да, 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 да. И сейчас должна закончиться, скорее всего, уже эра. Сейчас звезда опять стала чемпионом. Мы их поздравляем. Классное нашумевшее событие по всему Белграду. Атмосферное празднование на последней игре в чемпионате. Потом все пошли на Калимигдан, в сборах, спиротехник, с проходом. Короче, такой нам только он может сниться, вот. Но, братишек, мы поздравляем. И кубок взяли, и чемпионство взяли, да. Поздравляю наших братишек из Сербии. Хвалы брата, как говорится, да, и шампиньоне. Так это? Айды, брат, айды. Айды. И продолжая тему тренера Станковича, да, который пограла в Европе, потренировал много клубов, да, и, как мы сказали, привел звезду три раза к чемпионству граффити возле нашего стадиона. Да. Это ребята из суппортов групп, которые поприветствовали его, и одеть к нам приедет, но видит это граффити и зарядится эмоциями. Ты читал его интервью? Да. Как он отозвался от болельщика Спартака? Мне кажется, он не знает, что мы блокатируем. Ну, я думаю, мы ему все расставим все точки над «и». По-любому будет встреча, где, наверное, придется нам объяснить, почему активных фанатов нет на стадионе, и надеюсь, он это с пониманием, как бы, примет. Абсолютно. И его дух не упадет никак. Потому что, ну, как бы, все наши сербские братья, все прекрасно понимают, для чего, почему и как, и они полностью все на нашей стороне. Я думаю, если мы ему адекватно, объективно расскажем все по полочкам, то он нормально нас поймет. А вы напишите в комментариях, как вам эта кандидатура, которая уже, как бы, стала не кандидатурой, да, уже тренером стал Станкович. Напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, и в целом ваше отношение к этому. Тренеру нам будет интересно почитать, и обязательно ответим вам на все комментарии, которые вы пишете под этим выпуском. Друзья, мы пока смотрим выпуск, я хочу вам сказать еще раз о наших друзьях. Компания Винлайн, которая помогает дневнику фаната развиваться, придумывает новый формат, и их реализовывать. А по ссылке в заявленном комментарии всегда можете перейти в наш канал, и уже там в заявленном посту вы можете забрать свой гарантированный бонус до 3000 рублей. Говорим спасибо Винлайну, и смотрим выпуск дальше. Ну и также закрываю первый этот блок, да, новостной блок, быстрый бой нашего друга Дениса Тюлюлина 22 июня в Саудовской Аравии. Мы желаем Денису победы, без травм, да. Мы все за тебя болеем, и желаем тебе одного без травм и победы. А вы обязательно перейти по ссылке в его телеверном канал, подпишитесь, следите за его новостями и поддерживаете Дэна. Можете его написать хороший комментарий, подбодрить его, да. Все прочитает, и вы дадите ему тех сил, которые ему необходимы, дополнительные силы. Потому что мы знаем, что Дэн чемпион и так и так. 100%. Вперед, Дэн. Друзья, ну что ультрас новости, да, их не прям было много, но есть о чем поговорить. Наверное, самое такое классное и смешное, что было. Был велопробег в Москве, и каким-то образом появился небольшой баннер «Крути педали», если ненавидишь ЦСКА». Насколько я знаю, сделали парни из Б6, за что... Отдельный респект, подъем защиты. Отдельный подъем защиты. Слушай, ты когда увидел эту новость, честно, я поржал, потому что там велопробеги, я знаю, было много, и не только представителей красно-белого движения. Да, да, от которого наши, скажем так, оппоненты с красно-синего движа начали еще быстрее крутить педали. Мне кажется, не просто не остановились, там же написано было «Крути педали». Они должны были просто встать в этот момент. Ну, если бы они встали, там бы случилась Бавария, но поэтому они начали крутить быстрее, чтобы, наверное, скорее всего, снять. Слушай, на пердаке у них сгорели знатно. 100%, не знаю, как сидушка там им мешала, нет, но, собственно, новость разлетелась по всем околофутбольным пабликам. Наши друзья из SofNews это тоже как бы себя осветили, да и в целом классная история. Знаешь, она еще напомнила, когда раньше «Спартак» и ЦСКА играли в Лужниках, и вечно при выходе из метро этот первый мост, который сейчас используется... Под МЦК. Под МЦК, да, или это второй мост, да, там поправьте в комментариях. Там всегда какие-то были баннеры с приколюхами. То там кони головы свиней туда, то наши там делают какие-то баннеры. В общем, классная тема для города, я считаю, и она заслуживает реально отдельного лайка, там, и какого-то даже на рекомендации. Абсолютно. А с такой, знаешь, ламповость такая прям пролетела. Классно, классно. Ну и в целом мясо продолжает активничать в городе, и это не может не радовать, потому что активность не утихает. Баградар в нашем, в том числе, дайджестом, да, люди это все смотрят, развивают. Я видел, опять были граффити, да, в городе перебивы. Расскажи о них, кто это делал, и как это вообще? Что перебивали? Да, слушай, просто собрались так спонтанно, поехали с парнями с G7 и VG, просто все перебить там динамовские куски просто по определенному направлению. Все, взяли тачку, собрали, поехали. Я считаю, что сейчас мясо одно из самых активных, в принципе, опять по ультраздвижухе стало в Москве. Давайте будем объективными брать Москву. Поэтому всем группам, парни, большой респект, что не опускаете руки, делаете одно большое дело, с каждым разом все прогрессируете, и становится у нас более массово, мы начинаем работать во всех аспектах. Знаю, что есть куча людей, которые пока еще не понимают, как взаимодействовать, да, там с нами, да, с ребятами, поэтому напоминаем всем, еще раз призываем всех идейных писать. Перед вашими глазами сейчас будет два телеграм-канала для связи. Это телеграм-канал Ультра и телеграм-канал Вити. Пишите, обращайтесь, если вы активный, хотите свою энергию потратить в правильное дело. Абсолютно, не бойтесь, парни, если кто-то ходит на двойку, кто-то там боится написать или еще что-то, все друг друга в лицо знают, подходите, не стесняйтесь, интересуйтесь, спрашивайте, все в ваших руках. Не стесняйтесь, пишите обязательно, пишите в комментариях, кто там не владеет телеграммой, парни все читают, будут с вами связываться, и вместе мы будем делать красный-белый движ ярче и круче. Напишите в комментариях ваше мнение по всему этому, а мы переходим к следующему блоку. Это Тайдзис. Друзья, ну что, переходим к следующей теме, выезд народной команды в Питер на Петровский. Событие, которое, наверное, ну не то, что прям до хрена кто его ждал, да, но такое событие для истории. Мясо вернулось на Петровский, был организован автобус от Фратри, собственно, была неплохая грядка. Насколько я видел, проснулись многие питерские, кто уже давно, да, так активно не может гонять из-за закона Фанайди. И в целом расскажи, как участник именно фанатского, фанатской истории на этом выезде, как все было. Слушай, во-первых, я тебя ненавижу, мне поставил старшим по басу, за всеми этими горлопанами опять присматривать. Вот, но, блин, я как-то опять, знаешь, окунулся в те вот воспоминания, когда ты едешь с братвой, на дальнее расстояние, куча офигительных историй, модных напитков. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ очень прям круто душевно добрались все спокойно попили пошизили поспали попили пошизили поспали без происшествий без там каких-то форс-мажоров дальше мы приехали рано утром в питер всем было свободное время погода очень радовала все там нагулялись кто-то там даже на экскурсии я знаю там из ребят сходили кто-то фотка отметился классный кстати говоря возле дворца екатерины да 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 очень прямо офигенная фотка парня за 7 красавчики вот что скажу сказать по игре говорить мы в общем-то наш матч был да к сожалению но не прострали моего на трибуне трибуна была по трибуна была самой топовая вообще всем питерским парням кто пришел на сектор тотальнейший респект столько мастодонтов вышла из тени скажем так которые шизили очень круто половине там мужиков блин по 40 лет было они шизили так что мама не горюй эти все этом 16-летний мед умер с сережками в ушах просто на тихом не курили в сторонке на 2 момента спартака возьмем в рамках медиалиги показали что спартака они все адекватные взрослые качественные 100 процентов трибуна чисто питера мы знаем сразу вам расскажем что вираж медиалигу бойкотирует так как по определенным причинам да есть свои заморочки мы знаем там что происходило не будем об этом рассказывать короче есть на свою нить и потерки но чисто утро с которые наверное не превышает там 17 16 лет пытались нас подъебать очередным баннером про шашлык да про майские шашлыки ну знаете тут даже типа овощи мы просто без комментариев это просто какой-то тупой угар который не интересен да и что мне еще больше всего понравилось приезжал титов оленичев филимонов был на бровке когда титов оленичев шли мимо гостевого сектора вы зарядили дмитрий оленичев и егор титов и оленичев сказал такую фразу она у нас есть во влоге с народной и он говорит титова может быть пойдем к ребятам на сектор типа с ним пашизин это в очередной раз потом после матчем разговаривали что титов и оленичев они вовлечены в процесс на полнослове того что блин такая есть атмосфера и что они пресса знают что мы не ходим на свой спартак но они кайфуют они следят они все видят читают что вот есть вот такая вот разные площадки и сам числе народный день вовлечены что вот оленичев нам даже после игры блин подошел мы стояли около бас там всех ждали там парней пока кто-то подойдет закупится он не поленился подошел к нам пожал руки пообщался душевном края ли да потом все прям то есть все там пожелали хорошей дороге и мод и они там поехали дальше взрывая питер реально хорошая погода неплохой выезд это было в моменте 200 там 250 человек на секторе громкая поддержка всем огромный респект за поддержку народной вообще в целом этот выезд немножечко так пыль стихнуть некоторых людей и это самое главное идем дальше погнали это ничего ведь вернулись из питера и сразу очень тяжело было на следующий день в 9 вечера в сокольниках матч против торпеда владимир мы знали что будет грандиозная грядка будет куча народу давай просто можем с братвой это посмотрим погнали это очень будет здорово обычно ведут досмотр все что написано на кофтер на футболках чего-то видимо боятся начало матча несмотря на то что не полностью забит центральный сектор где сейчас располагаются политики спартака мы об этом рассказываем в этих дайджестах собственно железа очень приличная а а а а а а Трибуны, конечно, инстальгируют по открытию, сейчас называется Лукол-Арена, это прям видно, видно, что парня все скучают, отметьте уже, дайте навернуться на стадион, ничего запрещенного не происходит, 100% кайф, стою просто, парня, я кайфую, просто кайфую, стою. Слушай, ну давай небольшие итоги этого матча. Слушай, во-первых, всем парням, кто приходит именно шизить на двойку, тотальный респект, парни, 5 баллов, с каждым разом, как я и говорил, у нас шиза становится лучше, 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 просыпаются старички, очень большое количество молодежи, которые именно адекватные молодежи, разделяющие нашу позицию. Хочу сказать огромнейшее спасибо парням из Old School and Friends, с которой сейчас очень активно начали коммуницировать по поводу шизы, нашли все точки соприкосновения, и сейчас шиза идет просто максимально, во-первых, разнообразно, во-вторых, качественно, громко, четко и слаженно, нет никаких перетягиваний одеяла или еще чего-то, да, просто все там, определились, составили списочек, все, погнали, блин, шизи, круто. Мы постоянно внедряем определенно новые заряды, там, какие-то их темы, которые уже, скажем так, немного прижились на трибуне, и из-за этого у нас шиза всегда становится более-более разнообразной, четкой и слаженной, поэтому все обзоры вы можете найти по матчу на канале Fratriel, ссылочка здесь как раз тоже у нас будет. Ребята начинают делать более полный обзор шизы, да, информативно, четко, да, четко, информативно и слаженно, поэтому, парни, не стесняйтесь, учите заряды, их, в принципе, у нас не прям очень-очень много, но определенный репертуар должны как бы знать всех, не зацикливаться на двух-трех там, условно, там песнях, да, там под девять и еще под что-то, нет, у нас очень хороший репертуар и песни, и именно заряды, и просто там обычные всякие, там, тематические. А также по подсказке сейчас вы можете перейти в плейлист на канале DynikFan, где ребята записывали отдельно, да, какие-то заряды, правильные исполнения, в общем, учите заряды, смотрите, как-то ребята что взят, будьте вдвижи, приходите на двойку и так уже призываем нас на все остальные матчи под эгидеромбо, и будьте в теме, будьте вдвижи и все будет у вас отлично. Это дайдерс. А когда я всегда снимаю DynikFan, я думаю, а эти выпуски вообще сохранятся или нет, наверное, что сохранятся, потому что у нас есть наши надежные партнеры, это компания Киберпротек, которая отвечает за безопасность и сохранность наших и, надеюсь, ваших данных. Поэтому, кому интересно эта история, переходим по ссылке в описании под этим выпуском, изучаем ребят, знакомься с ними, они такие же болельщики как мы, переживают за красно-белые цвета, говорим им спасибо за эту поддержку. Киберпротек, дневник фаната, а мы идем дальше. Друзья, ну и, соответственно, не все всегда бывает хорошо, да, на днях ушел из жизни очень один известный, авторитетный человек и хороший друг для многих, Максим Гомер. Мы выражаем слова соболезнования для его родных и близких, соответственно, новость многие уже из вас видели в наших телеграм-каналах. В общем-то, все реквизиты по помощи мы оставляем в описании, не будьте безразличны. Никто от этого не застрахован, поэтому давайте будем один за всех, все за одного и вместе поможем семье Максима. На днях еще погиб один наш известный товарищ, художник Серега Толк. Серега погиб при выполнении задачи на СВО, вечная ему память. Крутой был парняга, всегда был за движуху, всегда с ним круто делали работы за «Спартак». Также, друзья, реквизиты в описании, не оставайтесь в стороне, помогайте, и будем друг за друга. Слушай, Вить, уважаемые друзья, ну, в общем-то, Максима Каррера снова был в Москве, снова был в России, и снова приезжал на матч народной команды. Я, собственно, и опять у тебя, блядь, народная команда у нас выиграла. Потому что Максима в том году приезжал, дал обрывные слова команде, но у нас, как известно, ребята в команде болельщики «Спартака», да, там, в той или иной степени. Но когда в перерыве матча с «Матч ТВ» мы говорили 2-0, ребята заходили в раздевалку, и никто не знал, что Каррера там. Они такие заходят, там, ишь просто. Вот мне зашел Ваня Стронг, который просто не заметил Карреру, прошел все, блядь, дико, короче, по команде, но я считаю, он сделал все правильно. Плюс Каррера дал мощные слова перед выходом на второй тайм, как итог народная победила, но я предлагаю небольшие кадры также посмотреть, как с матча с Владимира, а вы просто это оцените, ну и влепите жирного этого парня вверх. Смотрим? Погнали. Погнали. Ну что, Максима Каррера приехал, народная горит 2-0 просто безбожная. Сейчас Максим на вверх к нам в раздевалку, там пару слов скажет команде, допустим, не знаю, а вы трибуне, трибуну поприветствую. Друзья, ну что, Артем Фетисов, Максим Ларарович, легендарная дуэца. Максим, рады вас видеть снова. Болельщики Спартака, несмотря на жаркую погоду и ранее начало матча, пришли увидеть вас в первую очередь. Я очень рад, что болельщики Спартака пришли, но самое главное, что они пришли поболеть за команду. Последний раз вы приезжали, мы победили в той игре, вы сказали грамотные слова команде, а сейчас я очень вас попрошу, чтобы вы нашли тоже слова, чтобы команда могла исправить их результат. Я запытаюсь, попробуем. Блин, хуй, вы наху орёте друг на друга на поле, блядь. Блин, больше наху подсказывайте друг другу. Позорище, блядь, вы наху орёте друг на друга, блядь. Вы, блядь, обацы должны быть. Проси механизм, блядь. Вы как же можете, блядь. Вы идите играйте, блядь. Блядь, 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 не доходит, блядь. Он что и знает, блядь. Успокойся, хорош. Что-то сказал тренер. Это правда. Он прав на 100%. Правильно, что вы злитесь на поле. Если вы команда, вы должны помогать друг другу. Если я ошибаюсь, мой товарищ только убирает меня. Если он ошибается, я бегу за него. Это команда. И матч заканчивается, когда судья делает финальный сезон. Сейчас еще будет 45 минут. И я видел вас в том году, как вы играете. Вы можете выйти и взять этот матч. Делайте то, что вам посоветовал. Дайте все, что у вас есть на поле. И увидите, что все наладится. Покалупо. Пойдемте. Навес. Завершение. И гол. Гол забивает народная команда. Понайди убийца в полах. Еще навес. Юрьева. Продолжается. Мяч в воздухе. Все время и попытка пробить. Это стронг. И он борется за мяч. Отсюда удар. Бол. Бол. Народная команда. Сравнили. 2-2. 2-2. Что происходит? Слушай, Вить, ну я не так часто, да, там, прям сильно восхищаюсь игрой народной, да, там, ну, что-то понятно, она всегда на уровне. Но, во-первых, парни собрались, вытянули матч. С моей стороны топовая поддержка на протяжении всего матча, учитывая, что матч был в 11 утра в субботу. В субботу. Что жара там по 30 градусов, да. Как это было на секторе, когда вы вели карьеру, потом была же еще автограф-сессия с карьерой. В общем, твои эмоции с точки зрения уже к трибун. Я оцениваю это все как бы из вне, а ты как бы изнутри. Слушай, ну для меня как бы понятное дело, что увидеть там тренера, чемпиона опять было так волнительно, скажем так. Вот. Очень много именно было молодежи, которая, наверное, не видела как раз это, но они прям с горящими глазами бежали к нему за автографами, сфотографироваться. Плюс чисто в стиле Спартака затащить за там три секунды до финального свистка, это, конечно, было круто. Прям, слушай, эмоции такие даже от игры Спартака, наверное, даже не всегда получаешь, как получил от народной. Плюс еще серия пенальти и булеталити, да. Ну, слушай, Карера делает свое дело, блин, для болельщиков, для команд, он же реально какой-то такой, ну, чувак с какой-то бешеной энергетикой. Абсолютно слушай. Когда служба безопасности пыталась уже побыстрее Кареру отправить домой, чтобы весь народ, типа, разогнать, ну, так скажем. Карера говорит, зачем? Куда мне, говорит, ехать? Я хочу, говорит, пообщаться с этими ребятами, они и моя семья, и Спартак это, как бы, ну, мой дом, и я не хочу ехать домой. И он попросил службу безопасности, безопасность лиги, чтобы он остался еще на подольше, и я там тоже помогал в этом кураторстве, да, по безопасности, так скажем. Короче, я думаю, что вы все остались довольны, общую фотку мы выкладывали, кто там не успел лично сфоткаться в Телегу народной, и, ну, Массимо, это реально просто топ. Массимо респект, во-первых, да, за именно за подход к делу, за именно любовь к клубу, к болельщикам. Спасибо, кто был у народной, всем респект. Это Дайджест. Друзья, нас знает, Дайджест подходит к концу, и подходит к концу, ну, такой, наверное, для кого-то приятный, для кого-то неприятный, но для нас, мне кажется, главное уже, знаешь, не то, что там бомжи стали чемпионами, да хер бы с ними, там так все понятно, там уже все куплено, блядь, когда вперед. Тут уже ничего не исправить, господь жги. Ну, Динамо, болельщики Динамо, наш друг Антон Дорофеев, который просто там поджигал свой телерам-канал в предвкушении того, что Динамо станет чемпионом, это, скажу честно, это сейчас очень смешно, мне есть друзья динамики, я им всем писал еще до последнего тура, ребята, ну, вам ничего не светит, но не потому что вы обречены, а ну потому что все как бы уже распланировано было, все уже украдено до вас, все, ничего не будет. Как они все собрались у Гэлакси, как они хотели повторить Мясницкую, блядь, ну я тут и дуля. Мы с тобой сидели после матча народный, смотрели Спартак-Оренбург, но следили за матчем Динамо, ну, я не знаю, посочувствуйте им или что-то, ну, в общем-то, Динамо снова не стало чемпионом. Ох, Динамо, жемчужина футбола. Короче, счетчик продолжается, маяк горит. Слушай, ну, она на шутке. Проклятие Берия живет. Динамо, Динамо, короче, блин, на самом ли парне, вас по-человечески жаль, да, потому что нет. Слушай, нет, я просто к тому, что там многие динамики говорили, вот когда вы там в семнадцатом году стоили с чемпионами, мы прям даже за вас где-то переживали. Но мы за вас не переживали, потому что это, зачем эту историю рушить? Как Пикузо записал видео, что, как он сказал, посмотрел бы я на ваши лица, те, кто сделал Фанади, чтобы Париж Краснодар увидеть чемпионство Динамо в Шнадаре. Вот это прям да. Даже покажем в нашем красно-белом длинести этот кружок. И меня ватрон. Болельщики Динамо, которые сделали Фанади, чтобы увидеть чемпионство в Краснодаре. Что с хибалом, господа? Вот, ну, собственно, самоирония имеет место быть. Мне кажется, Пикузо как раз таки все прекрасно понимал, к чему это идет. Ну, в общем, Динамо не увидело чемпионство, ни Багаря Фанади, ни Багаря типа без него. Короче, ребят, это все не так важно. Важно, что наши ребята не смогли пройти мимо. Да, партиз G7 из Банда-2 выстроили. Поздравили, да, чуть-чуть. Поздравили. Московская Динамо. Как надо. Слушайте, ну, ладно, много о них говорить не будем. До хуя чести. Очень много чести, я сказал, да. Закрывая эту тему, в общем-то, ладно, мы уже посмеялись. Вы напишите в комментариях, какую развязку вы ждали в этом чемпионате. Для нас она была очевидна. Ну и продолжая тему Нов Фанади, да, то есть правильные болельщики Динамо Фанади себе не делали и делать его не собирались. А мы продолжаем историю с красными футболками. Да, абсолютно. С надпишинного Фанади, который перечеркнутый, который можно заказать у ребят, у вас, да, там у всех. Ссылку мы оставляем в описании. Мы сейчас тоже бьем объема активно за красный цвет. Парни, все можете, все прекрасно написать, заказать. Все всегда на связи. Делаем сектор краснее и дейней. Чем более с такой надписью. Да, естественно. Поэтому мы стесняемся, переходим, смотрим, футболка стоит недорого. Но зато это на памяти, даже когда Фанади отменит, мы надеемся, у вас эта футболка останется на памяти. А мы напоминаем, что скоро в нашем телеканале разыграем эту футболку. В том дайджесте мы об этом говорили, но было много событий, обязательно кому-то эта футболка достанется в качестве подарка. Ну что, нет Фанади, а мы идем дальше. Я, кстати, еще своих парочку закинул, напечатаю. Все, не проблема, будет. Это дайджест. Друзья, ну что, выпуск подходит к концу. Всем спасибо, кто посмотрел его до этой минуты. А мы, как обычно, с тобой анонсируем предстоящий и уже прошедший матч. Ты, как этот выпуск, примерно вышел 5 июня. Сейчас мы перед вашими глазами. Спартак 2 играет в Калининграде 7 июня. 8 июня женщина играет в Нижнем Новгороде. До Нижнего 2 локтя по карте. Надо ехать обязательно на тачках, на чем угодно. Хоть на собаках. 100%. Погода будет позволять. Там ходят эти ласточки, как они называются, птичечки всякие. Поэтому гоните на женщин, там тоже будет бодро. Ну и, собственно, 9 июня еще два события классных. В начале дня рогбисты наши играют на славе против... В 2 часа дня. В 2 часа дня на славе против какого-то одного из Динамо. Деларка Динамо. Да, и также 9 июня в Академии на Большом Студене играет Народный против Тудроц. Последний свой тур в рамках этого чемпионата. Поэтому приходите обязательно. Все на красном. Будем вас ждать. Все ссылки на билеты, как обычно, вы находите в описании. Следите за нашими социальными сетями, за нашими телеграм-каналами. Поэтому всех ждем. Собственно, будет, как обычно, незабываемая атмосфера. А то, что уже прошло, вот в предыдущем выходе, если так брать, у нас было два события. Народная ездила в Ростов. Поэтому мы расскажем в следующем, даже как это было против Басты, который все строит иллюзию, что там за него кто-то болеет. Помимо детей, все активные. Пошел нахер убойки. Все активные фанаты с Камой уже знаем, они выступили и заявляем, что не против, соответственно, того, что сделал Баста, развалив профессиональный клуб, уйдя в медиа-лигу. Это дикий дизреспект. Также 1 июня «Спартак-2» сыграть против «Знамя труда» из Орехова-Зуева. Уверен, что была тоже топовая атмосфера. Вы все это уже видели в наших социальных сетях. Поэтому эти матчи мы разберем в следующем. В следующем. В следующем. В следующем, да. И большая просьба к руководству «Спартака-2» и футбольного женского «Спартака». Пожалуйста, ставьте на адекватное время игры. Вы прекрасно хотите с нами коммуницировать, чтобы приходили болельщики на игры. Мы к вам приходим. Но поймите правильно, игры ставить в 12 часов дня, когда будет жара, ну, это вообще нереально. Ну, а мои друзья, говорим вам спасибо, кто посылал выпуска до конца. Как обычно, любой ваш комментарий будет выбран нами случайным образом, и будет два подарка. От нас, видите, какой-то подгон и сертификат от Frater eShop. Я считаю, что просто за обычный комментарий, за где-то 2 секунды, вы можете стать обладателем небольшого бонуса от нас. Я считаю, это классно. Главное, чтобы еще комментарий был креативным. 100%. И обязательно подпишитесь на все наши социальные сети. Всем спасибо. Вить, тебе спасибо. Ну, а мы идем дальше. Это Дайдерс.